А тем временем, несмотря на то, что календарная весна уже на дворе, зимние спортивные состязания проведены еще не все. Так, с 3 по 7 марта на трассах Краевой Академии Биатлона состоится чемпионат и первенство России по биатлону. Подробнее об этом мы поговорим с нашими гостями. Уже они появились в нашей студии. Виктор Бугарков, тренер мужской сборной Красноярского края, и Диана Якимец, это призер первенства России по биатлону. Доброе утро! Доброе утро! Рады вас сегодня видеть в нашей студии, но первый вопрос, наверное, который не относится к предстоящим соревнованиям. Весна наступила, все на улице журчит, в том числе и ручьи, и лужи, снег тает. Чем в это время занимаются биатлонисты? Прежде всего я хочу отметить, что по весне мы приезжаем домой, отдыхаем, но что касается летней подготовки, она является неотъемлемой, важной частью в нашем виде спорта. Именно в летний период идет основная работа, создается фундамент, от которого зависит результат в соревнованиях зимой. Ну и что касается тренировок, здесь мы катаемся на лыжероллерах, бегаем кроссы, имитация, ОФП, это общая физическая подготовка. Скажите, это, наверное, про вас поговорка «Готовь, Саня, летом». Да, это все верно, так и есть. Летом все готовить. Да, и, конечно, это все совмещается со стрельбой, холостым тренажом, без винтовки мы никуда просто. Винтовка всегда с нами, и работа с ней, это тоже очень важно, и она всегда при нас. Походы на дискотеке всегда при нас. Виктор, ну к вам вопрос, расскажите, кто с кем будет соревноваться, вот, с третьего по седьмому. Ну, сейчас с нас приехали у нас сборная Тюмени, сборная Ханты-Мансийска, приехала в большом составе, в количестве 19 человек. С Москвы приехали, Краснодар, Новосибирск. Ну, в принципе, самые сильные, это у нас приехали Тюмень и Ханты-Мансийска. Я так думаю, это самые главные наши соперники. А вообще, вы как шансы нашей команды оцениваете, кто будет выступать за сборную края? За сборную края выйдет чемпион мира по летнему биатлону, это у нас Сергей Коростылев, и двукратный чемпион мира по юниорам Александр Дедюхин. Тимур Мохамбетов, он у нас нынче готовился в молодежной сборной страны. Алекин Иван, он у нас призер и победитель чемпионата Европы. Ну, призер чемпионата мира и победитель чемпионата Европы. И чемпионы России, это Овчинников Никита, Кунеевский Юра, подобавив Сергей, и Виллионис Андрей. Ну, вот я смотрю, у нас одни чемпионы, почему кто-то может нам составить конкуренцию? Так, это в каждом регионе одни чемпионы, потому что в мужчинах по-другому никак. Конкуренция высокая. Достаточно. Диана, расскажите, вот в преддверии таких соревнований как-то меняется график тренировок, питание того же? То есть, как вот... Режим тренировок, да, меняется. В зависимости от того, в каком состоянии находится спортсмен. Здесь нужно, мы, точнее, сами должны быть особенно внимательны к себе, к своему здоровью, самочувствию, сообщать об этом тренерам. Они, в свою очередь, они у нас хорошие, знающие, понимающие. Нас поддержат, помогут, подскажут, что мы должны сделать. И в тренировочном процессе ведут какие-то корректировки, чтобы мы вошли в хорошую форму к стартам. Вот. А если вы, к примеру, уезжаете в другой регион на соревнования, как-то за сколько дней нужно появиться вот на другой земле, чтобы как-то приспособиться, акклиматизироваться и так далее? Здесь все индивидуально на самом деле. Вот. Но, чтобы перестроиться, я думаю, достаточно недели, чтобы организм привык и вошел в работу. А есть столько времени, целая неделя? Да, есть. То есть вы приезжаете хорошо заранее? Да. То есть те же спортсмены из Тюмени и Ханты-Мансийска уже, как несколько дней, наверное, в Красноярске. Но мы знаем, что будут соревноваться у нас и юниоры, и взрослые. А скажите, а вообще как вот юниоры переходят в разряд взрослых спортсменов? Ну, в разряд взрослых это в первую очередь по возрасту. Это сколько лет должно быть? В 20 лет переходят они. В 20 лет? То есть в 18 вроде уже совершеннолетний, но бегаешь еще в юниорах? Да, два года. Вот. И самое главное по результату. Ну, вот у нас два года назад переходил Иван Алехин. Он у нас призер чемпионата мира по юниорам. И призер, ну, победитель чемпионата Европы. Александр Дедюхин у нас двукратный, чемпион мира. И чемпион Европы. Вот такой критерий, как бы сильный. Вот сейчас у нас парень, на следующий год переводим его мужчины. Он поехал сейчас на чемпионат Европы по юниорам. Это Евгений Клюков. Ну, а если вот есть такой вундеркин, который уже там в 16 лет завоевал все, что возможно среди юниоров, его можно перевести досрочно во взрослые? Нет. 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 Только по возрасту. Только 20 лет. Еще 4 года можно отдыхать, не заниматься ничем. И потом уже в 20 лет прийти и соревноваться со взрослыми мужиками. Ну, можно отправиться, например, на Олимпиаду. Ну, это, наверное, молодежные какие-то игры проводятся. Ну, да. Ну, нет. У них самый вот чемпионат мира и чемпионат Европы. Все. А потом уже все. Будь добр, расти, жди возраста. Да. Ну, это же правда, как вы сказали, вундеркин. Да, да. А может быть такие. Ну, давайте еще раз расскажем болельщикам, куда можно приходить, болеть для наших краснодарских спортсменов в эти дни. Ну, старты начинаются 4 марта в 11.00. Пройдут спринтерские гонки среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок. 5 числа пройдут суперспринтерские дистанции тоже мужчин и женщин, юниоры и юниорки. И потом у нас с 6-го день отдыха и с 7-го, 8-го пройдут гонки патрулей. Это большие дистанции. Мужчины побегут 25 километров, женщины 20 километров. Самая зрелищная какая из гонок? По мне, так каждый гонок очень зрелищный. Диана, ну, у вас там подруги, друзья, что говорят? Они же явно видели ваше соревнование. Ну, я выделю скорее суперспринт и патрульные гонки, так как эти дисциплины, они реже проводятся. И поэтому я приглашаю всех желающих приходить, жители Красноярска поболеть за нас. Будем очень рады. Вот так вот. Большое спасибо. Я думаю, да, все телезрители вас услышали. И те, у кого не было планов на эти выходные, обязательно их построили. А я напомню, что у нас в гостях сегодня был Виктор Бугарков, тренер мужской сборной Красноярского края, и Диана Якимец, призер первенства России по биатлону. Большое спасибо, что пришли к нам. Удачи вам. Ну и желаем новых побед, конечно, и побольше, и почаще. Спасибо.